МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это агентство специальных расследований, и я, Вячеслав Разбегаев. Мы продолжаем. В костном мозге и крови человека есть клетки, способные восстанавливать практически любой повреждённый орган. Речь идёт о стволовых клетках. С их помощью обещают вылечить болезни сердца, бесплодие и победить рак. Но скептики уверены, всё не так просто. Как же продлить молодость и сохранить здоровье? И какую цену придётся заплатить за долгую и счастливую жизнь? В России зелёный свет клеточной медицине дал Борис Ельцин. Его врач Геннадий Суфих в то время был единственным учёным в стране, кто практиковал лечение стволовыми клетками. Он утверждал, что продлил жизнь президента. Но какую цену заплатили за здоровье Ельцина? Начал искать вот некий эликсир, некую ту самую стволовую клетку, из которой, по идее, можно было бы воссоздать все клетки и ткани организма. Стволовые клетки отвечают за рост и развитие организма. С каждым годом жизни их количество сокращается, определяя процесс старения человека. Наибольшая концентрация стволовых клеток у эмбрионов на поздней стадии формирования и новорождённых детей. Стволовые клетки, они есть практически везде. Их можно брать из крови, их можно брать из костного мозга. Очень много по вопросам стволовых клеток было разработок именно отечественных, советских. В конце 70-х, начале 80-х годов. Первыми подопытными стали клетки эмбрионов, искусственно выращенных в пробирке. Материал выделяли из тканей костного мозга. Исследования показали, клетки эмбрионов могут творить настоящие чудеса. Вот эта линия эмбриональных стволовых клеток, из которых можно получить практически любой тип клеток, она может быть неким источником формирования вот того материала для регенеративной медицины. Стволовые клетки становились частью того органа, куда их подсаживали. При высокой скорости деления они быстро заполняли повреждённые участки, восстанавливая больные органы. В теории, лечебные свойства этих клеток считались безграничными. Опыты с клетками эмбрионов породили массу слухов. Вот главный из них. Чтобы давать ценный материал, в клиниках обманным путём вынуждают женщин делать аборты на поздних сроках. Также говорили о наличии чёрного рынка для продажи органов за границу. Официальная информация не подтвердилась. Но что творилось на самом деле, остаётся загадкой. К теме эмбриональных исследований подключились и священнослужители. Они публично осудили любые эксперименты в этой области. Человек генетически является самостоятельным организмом. Хотя он ещё маленький, только недолго после зачатия, несколько, может быть, недель. Поэтому сказать, что это не человек или культура ткани, нельзя. Даже сегодня разговоры об абортах ради ценного материала – темы жарких обсуждений в интернете. Достаточно почитать форумы центров планирования семьи. А несколько лет назад вокруг стволовых клеток разразился нешуточный скандал. Люди не понимали, что такое эмбриональные стволы клетки и предполагали, что это каким-то образом связано с абортами, каким-то образом связано с разрушением жизни и так далее. Люди, не касаясь особенностей, начали напряжённо реагировать на эту тему. В 2001 году президент Джордж Буш наложил запрет на эксперименты с клетками эмбрионов. Американские учёные, которые были главными разработчиками в этой области, заморозили свои проекты на неопределённый срок. Он по религиозным соображениям сказал, что мы за счёт средств налогоплательщиков, за счёт государственных денег не будем финансировать создание жизни, то есть её разрушение даже в пробирке. Запрет на эмбриональные исследования действует и сегодня. Пока в России на основе стволовых клеток не разрешена ни одна технология. Официально, по крайней мере, не разрешена. Поэтому учёные сосредоточились на другой области клеточной медицины – изучению пуповинной крови. Возникла идея, что человек рождается на свет с запасным колесом. В этом пуповинном плацентарном комплексе есть огромное количество разных типов клеток, но одно из первых ценных, то, что там нашли, – это были стволовые клетки пуповинной крови. Сегодня беременные женщины могут заключить договор с донорским банком на хранение плаценты и пуповинной крови. Врачи утверждают – так можно застраховать будущего ребёнка от многих серьёзных заболеваний. Рак крови, лейкозы, лимфомы, лимфогранолематоз. И, в общем, порядка 80 заболеваний, многие из них очень редкие. В пуповинной крови содержится высокий процент стволовых клеток. Но в отличие от клеток эмбрионов, с их помощью нельзя выращивать органы. Такие клетки воздействуют только на кровеносную систему. Теоретически этому человеку можно трансплантировать и пересадить свой костный мозг, который, свои кроветворные клетки, которые восстановят эту кроветворную систему. Донорские клетки помещают в криокамеру, где с помощью жидкого азота и температуры минус 150 градусов хранят до востребования. Хранение при такой температуре является бессрочным. То есть в клетках жизнедеятельность полностью прекращается, и время для них тоже останавливается. Мне кажется, что это выдуманная история. Идея сохранения этих клеток, это примерно так же, как замораживание человека, чтобы потом его оживить через тысячу лет. Это некая такая фантазия на коммерческой основе. Это так же, как хранить трупы на Луне, ну и с той же силой. Воспользоваться законсервированными клетками может и сам донор, и его близкие родственники. В нашей практике был случай, когда мы отдали клетки для лечения старшего брата, и всё получилось, клетки прижились, ребёнок жив-здоров. Но какие будут результаты, если для лечения больного взять стволовые клетки из пуповины любого другого младенца? Чтобы подобрать клетки одному человеку от другого, совершенно незнакомого, постороннего, нужно перебрать порядка 10-100 тысяч образцов. Идеальной совместимости добиться невозможно. И хоть врачам есть из чего выбрать, стопроцентную гарантию на приживаемость чужеродных клеток не дадут ни в одной клинике. Стволовые клетки, они, либо они будут уничтожены собственным иммунитетом хозяина, либо они восстанут против хозяина, и тогда наступает другая болезнь, называется болезнь трансплантата против хозяина. В любом случае, это тяжёлый иммунологический конфликт, который заканчивается всегда не в пользу человека. Непредсказуемость лечения отпугивает людей. Поэтому до сих пор самой популярной областью применения стволовых клеток является эстетическая медицина. Подтянуть кожу и разгладить морщины якобы возможно всего за пару сеансов. При этом идти в банк крови или ждать постороннего донора не надо. Средство для продления молодости находится в крови самого пациента. Нужна центрифуга и кровь пациента, из которой получают плазму с обогащёнными тромбоцитами. Современные технологии позволяют забирать рабочие стволовые клетки из крови даже взрослого человека. Этот материал по своему составу менее эффективен, чем клетки молодые. Для лечения он не годится. Однако фибробласты, которые выделяют из взрослых стволовых клеток, не только затормаживают процесс старения, но и поворачивают время вспять. По крайней мере, так утверждают многие специалисты, работающие в области косметологических инноваций. Соответственно, подкожно они ведут себя как мини-фабрики. Они начинают синтезировать коллаген и ластин, гиалуроновую кислоту, и улучшается, состояние кожи улучшается и заметно. Где-то в среднем уже после 70 дней пациент ощущает то, что кожа становится более упругая, подтянутая, улучшается цвет лица. Со временем этот эффект нарастает, накапливается. При последующем введении, допустим, второй процедуры, дополнительный объём клеток ещё больше усиливает результат. Сама процедура напоминает уколы ботокса. Но почему чудо косметологии называют инъекцией смерти? Много известных людей, достаточно молодыми, умирали, и ходят слухи, что они лечились стволовыми клетками. И почему не было достаточно объективного и открытого расследования на эту тему? Это странно. В середине прошлого года актёр Станислав Садальский в своём блоге опубликовал скандальное сообщение. Его коллегу и подругу Анну Самохину погубило лечение стволовыми клетками. Родные актрисы тут же опровергли эти слухи. Но, как правило, известия о болезни и смерти многих популярных артистов порождают именно такие разговоры об уколах молодости. Случайность или подтверждение ещё одного слуха. Дескать, стволовые клетки провоцируют рак. Незадолго до страшного диагноза рак желудка Самохина проходила курс клеточной мезотерапии в Санкт-Петербурге. Об этом стало известно после смерти актрисы. Позднее выяснилось, что Александр Абдулов, Владимир Турчинский и Любовь Полищук в своё время омолаживались также в московских клиниках. Тогда появилась информация, что стволовые клетки по составу напоминают раковые, и их рост приводит к развитию болезни. В этом направлении были большие дискуссии о том, что те или иные клетки, стволовые клетки, могут вызывать какие-то последствия, связанные с онкологическими последствиями и так далее. Я вообще считаю, что с омоложением не стоит экспериментировать, потому что, к сожалению, это может привести к плачевным каким-то историям. Есть теории того, что это вызывает рак, это в итоге вызывает смерть и так далее. Неприятная очень история. Я лично никогда не пойду это делать и всем не советую. Пока такой побочный эффект, как онкология, не доказан. При этом современные косметологи утверждают, что клеточное омоложение – одно из самых безопасных в современной косметологии. Могут быть какие-то микрогематомы, небольшая отечность. Но, в принципе, человек на большой период не выбывает из жизни. Он сохраняет свою работоспособность. И через несколько дней он может приступить к своим делам. Есть научные центры, которые этим занимаются. И, соответственно, там очень много интересных работ. Но как только мы с вами переходим на эстетическую хирургию, вот это, извините, это уже преступление. Потому что это впаривание людям технологий, про которые сегодня никто не может сказать, что они полезны. А я утверждаю при этом, что они опасны, потому что это без всяких проверок, без всяких наблюдений. Людям просто переливает неизвестно что. До сих пор, вопреки всем слухам и запретам, стволовые клетки продолжают изучать и внедрять. Люди сдают кровь в донорские банки и занимают очередь в косметические кабинеты. А учёные строят смелые планы на будущее. Есть новые направления, которые сейчас развиваются, например, применение этих клеток при заболеваниях сердца, при болезнях печени, болезнях центральной нервной системы, то есть инсульт, например. Результаты в целом обнадёживающие. И будем ждать, что через 10-15 лет это войдёт в широкую практику. Лучше омолаживаться, что называется, изнутри, влюбляться, смотреть на красивое, рожать детей, получать удовлетворение от жизни, от своего нахождения в этом мире и не делать каких-то вот таких неприятных, опасных, неизведанных каких-то вещей. Я считаю, что наши бабушки были красивыми лишь от того, что они дышали свежим воздухом, парились в бане, мазались огурцом и любили своего мужа, и рожали, и ели здоровую пищу, и прекрасно себя ощущали. Уже сейчас интернет-сайты предлагают с помощью стволовых клеток излечить болезнь Паркинсона, аутизм и травмы спинного мозга. Но в рекламе не говорится о сути используемых методов лечения и легальности данных операций. Единственная законная ситуация, в которой вам могут предложить лечение стволовыми клетками – участие в клинических испытаниях. Но это всё на собственный страх и риск, на которые, как мне кажется, стоит идти только в самых ранних случаях. Желание выглядеть моложе к ним не относится.